Какие критерии истинного пророка? Каковы критерии истинного пророка? Потому что Писание говорит, есть истинные пророки, а есть лжепророки. И вот какая разница между истинным пророком и лжепророком? Пророчества исполняются. Богобоязненные. Богобоязненные. И давайте откроем вместе со мной. Второзаконие, 18 глава, 22-23 стих. А, вы не, подождите, начните. 18 глава с 15. Второзаконие, 18 глава, 15 стих. У кого есть микрофон, тот и читает. 15 стих. 15 стих. Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой, его слушайте. Так как ты просил у Господа Бога твоего при Хариве в день собрания, говоря, да не услышу предь глаза Господа, Бога моего, и огня сего великого, да не увижу более, дабы мне не умереть. Писание говорит о том, что истинный пророк будет призван Богом, и он будет иметь слово Бога в его устах. Правильно? И тот человек, он будет говорить, как от слова, которое слышал от Бога. У нас часто бывают такие пророки. Я слышал от Бога, Бог мне сказал. Бог мне сказал. Но всякое пророческое слово проверяется через канон Писания. Канон Писания. Почему? Потому что уже во второзаконии 18 глава с 22 по 25 стих. Что там говорится? Ну, почитай, там чуть выше. Если пророк скажет именем Господа на слово, то он не сбудется, не исполнится, то не Господь говорил это слово, но говорил этот пророк в поддержке своей, не бойся. Ага. Один из критерий должно что-то исполниться. А если не исполнится, можно в следующий раз… А если она исполнится через 800 лет? Опять же, мы будем говорить о том, что если исполнится через 800 лет, мы говорим о том времени, которое мы говорим, каноническое. То, что мы взято уже за канон, то, что мы видим, написано. И современное пророческое слово. Оно немножко отличается в себе. Мы к этому вернемся. Но истина в том, что все равно, если человек имеет дерзновение о дарах пророческих, то слово пророческое должно исполниться. Оно должно исполниться. Чаще всего это слово, оно должно соприкасаться с твоим духом. Оно должно приносить тебе, может быть, ты расстроен, но ты понимаешь, что тебе нужно это пройти, и будет результат. И ты его хранишь. Но если слово, которое, оно ранит тебя, оно не дает тебе мира, оно тебе, не буду говорить, пугает, оно поворачивает тебя, отвращает тебя от того слова, да, я не думаю, что это будет слово от Бога. Вдруг оно исполнится. Там, не знаю, какие-то примеры, там, мертвая птица увидишь на пути, бойся, направо не ходи, налево не ходи, ходи прямо. Там птица увидел, но опять же, куда направо, куда налево, как, что значит, прямо. Должен ли я быть пьяным, чтобы ходить право, налево, и потом прямо, или как. То есть, я не думаю, что вот такие моменты, они назидающие. Я понимаю, что есть откровение, есть пороческое слово, которое наставляет и выход дает. И мы посмотрим, как к Израилю, да то, что ты, это и это было у тебя, ты не отвратился от путей в Алла-Алма и так далее. Я возьму тебя в оковы, ты будешь направлен в рабство. И через прошествии сорока лет время устроено, Господь выведет тебя. Проходит сорок лет, и вдруг один человек вспоминает, что ему хочется домой. И поднимает вот все еврейское общество, да, и они говорят, да, хотим домой. И вышли. Но вопрос, все ли вышли? Нет, те, кто поверили. Вот здесь момент такой. Так для одних оно исполнилось, для других оно не исполнилось. Он говорит, я не хочу исполнять это слово, оно мне не надо. И так потерялись. Но все же, пророк, который не является истинным пророком, это пророк, который слова не исполняются. Если посмотрите на второзаконие, 13 глава, с 1 по 4 стих. Там он говорит не только о пророке, который говорит слово, да, вот. Возьмите, 13 глава, с 1 по 4 стих. Читать? Да, пожалуйста, читайте. Если восстанет среди тебя пророк или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка этого или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей. По всему Богу вашему последуйте и его бойтесь. Заповеди его соблюдайте, и глаз его слушайте, и ему служите, и к нему прилипляйтесь. То есть говорит о том, что даже если они покажут чудеса и знамения, даже если они пророчествуют, оно исполнится, да, но если они не поступают по Писанию и принуждают тебя не следовать правилам Божьего, Божьих правил, то считай, что это лже-пророк. Например, например, о том, чтобы развестись со своей женой, потому что она, например, неверующая, ты не можешь исполнить свое предназначение, потому что у тебя есть бремя. Так говорит Господь, оставь жену юности твоей и следуй за Богом всем сердцем своим, ты исполнишь его предназначение, будешь ты великим человеком в Царстве Божьем. Вроде бы и так вот красиво, да, вот так все. А тут, получается, мужику дуже хотелось развести со своей женой, потому что, ну, как бы достала она его. И какое его порочество? Про истинное или ложное? Да, левое. Но откуда ты знаешь? Откуда ты красиво говорил? Человек это не в описании, да. Есть и другие места Писания, ну, как бы сказать, моменты. Если оно противоречит Божьей истине, оно не... Нет. Например, очень много говорит, встань отсюда, выйди из этого дома. Типа, я тебе приготовил другой дом. Да, вот так вот. Покинь эту церковь, пойди в другую. То есть, как бы здесь нет моей благодати на всем месте. Посему встань, уходи отсюда, уничтожу, разорю, развею эту церковь и так далее. Пошло... О, еще сколько? А я считаю, что да. Почему? Потому что Писание говорит очень четко. Я построю свою общину, и врата ада не одолеют ее. Вопрос непорядочности. Вопрос, как ты его воспринимаешь. Для того, чтобы тебе исследовать за Богом, за Его правилами, тебе не нужно ждать пороческого слова, которое будет тебя подстегивать к этому делу. Понимаете, да? Не нужно. Не нужно ждать пороческого слова, которое будет говорить о той церкви не очень приятные вещи. Например, давайте так возьмем. Вы знаете, что последний ученик Ишуа Мессии, Йоханан, да? То, что написал откровение. Мы читаем также первое послание, второе послание, как бы, о Иоанна. Мы читаем Евангелие. Это, будем говорить так, учитель любви. Он ученик любви. Но мало кто знает, что он был... Кто знает, что он был пастором в Эфесе? Да. Да, он был пастором в Эфесе. И когда было очень большое гонение, и очень сильно гнали церковь. Очень сильно. Его... И то, что он старик, уже как бы, ну, осталось совсем ему чуть-чуть, его сослали на Патмос. Он там, как бы, и там он видел откровение. Ну, да, вот. И возьмите, пожалуйста, момент. Там же идет откровение и говорит, ангелу Ефесской церкви, скажи. Как хочешь почитать его? То есть, ангелу, на еврите, это даже посланнику. Или же предстоятелю. Да, вот такой... Как услышать свой адрес, слова, которые там к Ефесской церкви написаны, говорится. Что там говорится? Не-не-не-не. К Ефесской церкви, где-то написано. К Ефес. Но он видит слово, пророческое видение. Откровение, да, откровение. Так говорит, держащий семь звезд, десни со своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твои, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить разрадных. И испытал тех, которых называют себя апостолами, а они не таковые. Нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение. И для имени моего трудился, и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Как вы столько работали, были с Ишуа, страдали, к старости вас не убили, не гнали на казематы, а сослали умирать на патмос. И тут вы видите видение, и слышите свой ответ, что хорошо делал, ты не сносил, ты проверял этих пороков, апостолов, которые не таковы, и так далее. Потом говорит, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь. Вот если бы вы не знали, что это был Иоанн, что он был апостол, он был пресвитером Эфесской церкви, то можно было так снестись. Но теперь это говорится к нему во времена гонений и так далее. И это очень тяжело услышать в свой адрес. Но мало того, Евангелие от Иоанна было написано после ссылки на патмос. И там он раскрывается, как апостол любви. Там он говорит о любви. Он именно начинает говорить о любви. И вот если вы посмотрите его послание в Евангелиях, Бог есть любовь. И он возвращается к первой любви, ее раскрывает. Поэтому Евангелие от Иоанна читается, там можно увидеть все три года служения Иешуа. полнота. Мы видим Пасху все и так далее. Там больше рассказано чудес, что происходило. И она расширенная такая. Это вот после такой конфронтации Духа Божьего к нему. И он пишет об этом. Я понимаю, что вот именно очень важно, чтобы оно исполнялось и действовало в жизни людей. И мы видим, что в Таразаконе, 13 глава, Бог обращается через Моисея к народу о том, что будут пороки подниматься. То есть, другими словами, Пятикнижье, оно завершает такую позицию, где народ Божий получает служение, структуру, закон относительно религиозной, чистоты, нравственный закон, закон общества. И фактически в пустыне Господь созидает Израиль и делает из него народ, состоявшийся народ. И теперь он должен войти в обетованную землю, где ему не нужно будет получать уже опять закон, ему не нужно будет иметь правила и так далее. Он входит в обетованную землю уже с некоторыми правилами поведения, общества и между человеческими отношениями. Центром всего становится храмовое служение. Мы не говорим само храм, мы говорим скиния, собрание и так далее. То есть, там этот центр жизни всего Израиля. Поэтому здесь еврейские послания начинаются именно китувим, новиим, извините, новиим начинается именно с Иисуса Навина. Почему вот именно так вот? Почему Иисус Навин судьи первая, вторая, третья, четвертая царств являются входят в пророческие книги? Почему не входят? Потому что фактически там начинается, как мы уже говорили, контекст исполнения закона, исполнения правил, исполнения в обетованной земле, которая была обещана Богом. И как, что Бог делал с ними, с Израилем? Там уже происходили пророческие действия в самом Иисус Навин судьи первая, вторая, третья, четвертая царств. Вот этот момент. Хотя в еврейском говорится Самуила, первая, вторая Самуила и царство отдельно. Вот эти интересные вещи. Здесь также говорится о том, что Моисей в Таразаконе 18 глава 5 стих говорит о том, что среди тебя Бог возьмет пророка и его слушать, как меня. Вот почему такая параллель Моисея с Иешуа? Часто мы говорим, что поднимет порока как меня. Чаще всего протестанты или же христиане говорят, вот это как Мессия Иешуа, это ссылочка на Мессию. Почему такая ссылочка? Как вы думаете? как вы думаете? Он говорит такого же пророка как меня. Потому что видел Господа и стоял перед Богом. Да, это интересная часть. Мы должны понять, что Мессия, слово Мессия означает что? Помазанник. То есть то, кто помазан. Если мы говорим Мессия, общее название Мессия, это как бы скользкое название, потому что таким человеком может быть любой избавитель для Израиля. Вы понимаете, что царь Давид был помазанником. Да? Слово если мы говорим помазанник, то он в себе несет мессианское, то есть освободительное действие для Израиля. Если мы говорим о Моше, в каком-то смысле он был тот мессия, избавитель из дома рабства и был та личность, которую вывел Израиль из рабства. И вот здесь вот картина, если вы посмотрите, картина Моше и самого Ишуа, она похожа, она похожа, да? Но кульминацией самого исхода египетского был вывод в пустыню и принятие самого Торы. Это десять словесных, десяти словия. Но Ишуа, это тоже было то слово, которое было одето вплоть. Кульминацией Пасхи, исхода для Ишуа было воскресение из мертвых. Помните, интересная тема, гора Фавор, Или там преображение, где было, да? Там кто встретился, когда преобразился Ишуа? Или Масей, Моше, Илья и Ишуа. Они, да, все остальные просто созерцали, говорят, классно здесь, мужики, ты кущий, там, сделаем три кущи. А в чем классно? Почему-то вот они так решили интересно так чувствовали себя. А о чем они говорили? О чем они говорили? Ну, написано, что они говорили о его исходе из Иерусалима. Интересная мысль, да, вот, что они говорили об его исходе из Иерусалима. Что произошло? Ну, это я уже однажды говорил об этом. Кто знает, где Моше похоронен? Ну, написано, Иудак пишет такое, что о теле Моше что? Спорили. И спорили кто? Кто спорил? А что спорить, если был похоронен? Ну, да, да, вот вопрос теле. То есть, это такая мистерия, такая, да, которая удивительная. Я понимаю, что кто-то будет смотреть этот класс и будет спорить об этом, да, но я думаю, моя личная мысль, кто присутствовал на том месте, где был похоронен? Моше. Кто закопал его? Ушел и все. А кто похоронил его? Кто с лопатой ходил? Ну, понимаете, да? Поэтому вопрос о теле его. Какое тело его? Что с ним произошло? Почему такая вот сравнивает? Какой был исход Моше? то есть какой выход был? То есть вот это слово исход Пасха, исход был Моше. Какой был исход для Ильи? У Ильи. 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 А теперь никто не знает. Ну, я думаю, что специально так произошло, чтобы Израиль не знал, где он похоронен. Иначе была бы там вечная борьба, вечная война, вечный движняк. на поклонение приходили бы как хотя бы в умань, умань, да, умань. В этом могло только молчу, если, допустим, роду, да, мог имать участие подъявление что-то там Иисус с нами и еще кто-то может быть. Согласен, может быть, но почему тогда говорит именно Иуда о том, что о его теле был спор между кем? Гавриилом и Сатаной. И при всем том, запретите Господь, не произнес, а что спорить эти? Можно, что хочешь, может, где-то у меня вообще вопрос такой момент, фотографий же не было, фильмов не было, Голливуд еще не состоялся, Америку еще не открыли. Откуда Петр знал, что это Моше и Илья? Таблички. Есть много моментов. То есть, мы понимаем в духе, мы понимаем в откровении, мы понимаем. Или же он представился и сказал, «Ты кто?» «Я Илья». «Ага, вспомнил, да, давай поговорим. Как ты вышел?» Он говорит, «Ну, мы долго выходили, всю ночь готовились и вышли». Но там говорится о его исходе из Иерусалима, очень интересная тема. Но давайте мы как бы пойдем дальше, потому что здесь как это говорится о том, что Моисей говорит, вот его слушайте, да, вот намек говорит о пророке, который будет для народа, как я. Фактически участие Моисея было в исходе, в освобождении, в избавлении от рабства. Посему этот пророк будет действовать на том же уровне, на уровне, как вот именно помазанник на исход из рабства. Вот его слушайте, его слушайте. И каждый раз, когда католики иногда спрашивают меня, ну, а как ты относишься к Марии? Я говорю, конечно, я все делаю, как она говорит. Она говорит, да. Когда в Канике Галилейской сказала она, вот его слушайтесь. Вот его слушайтесь. Я поступаю, как она попросила сделать, я его слушаюсь. вот, давайте мы тогда, вот, если мы так сильно много говорим о Новиим, мы возьмем все-таки, будем рассматривать Новиим, Ришаним, то есть, ранних пророков. Ранние пророки, туда входят Иисус Навин, Судьи, и книга Царств. Это 1, 2, 3, 4, на русском, в общем-то, на иврите, она там идет Самуила, 1, 2, а потом уже идет, да, 1, 2, Самуила, Шмулик, и Лахим, это Царство. Что означает имя Иисуса Навина? Кто-нибудь когда задумывался над именем Иисуса Навина? У нас по-русски как бы говорится, вот Иисус, вот Иисус Навин, как бы отделить, чтобы не попутать его с Иисусом из Назарета, чтобы Иисус сын Навина. Но в сущности Его Шуа имеет тот же корень, как и Ишуа, и означает это Бог есть спасение. Иго Шуа означает Бог есть спасение. И это не зря. То есть очень сильно связано оно с Божьим провидением. Вот удивительные вещи, да, то, что Бог избирает Иисуса Навина, чтобы Моисей возложил на него руки, чтобы он повел дальше. Почему? Вот почему Иисуса Навина Бог выбирает для того, чтобы вести дальше народ? Ведь там еще были, халеб был, да? Вот, но все равно из 12 сагладатаев 10 были неверных. Бог говорит так, они не, не то, что неверных, они, может быть, своими глазами видели, что происходило в обитованной земле, но Иисус Навин, он вдохновлял людей в том, что надежда на Бога, что означает его имя, Бог есть спасение, да, надежда на Бога сможет дать нам силы войти и обладать или же завоевать ту землю, которая принадлежит нам, ну, как бы, по обетованию, но земля-то Господня. Но еще интересно, что вот у Бога какой-то такой есть момент верности. И вот Иисус Навин был верным Моисею. Он был с ним, поднялся на гору вместе с ним. Он был таким ревнителем о Боге. И вот книга называется тоже его именем. Вот называется если взять Ирошуа, но если взять перевести на другой язык, Бог есть спасение. Книга называется Бог есть спасение. В этом смысле тогда когда смотришь на эту картину пророчески на Иисус Навин, да, или же на книгу Бог есть спасение, мы посмотрим, что Бог делал в то время, когда Иисус Навин ввел весь Израиль в обетованную землю. Ведь это же не было простым вхождением. Часть народа осталась на землях Моава, да, вот, до пересечения Иордана. И то, что проходило за Иорданом, мы понимаем, что его имя очень связано с Иисусом, Ишуа из Назарета, потому что Егошуа и Ишуа, оно как бы имеет слово спасение. Вот этот момент как бы таким вот идет отображением в Новом Завете или Брихаташа. Вот эта книга из Бог с нами вхождение в обетованную землю из Ишуа как обещанной Мессии, оно как бы идет с параллелью. И фактически Иисус Навин это как тень, которая показывала на Мессию. Его даже действия были очень сильные, серьезные. такие. Мы понимаем, что Маше выбирает его, но как переводится имя Маше, кто помнит? Это не еврейское имя. Молодец, правильно, спасенный из воды, то есть мокрый. Это имя. Но мы понимаем, что тоже рожденный, спасенный, как в воде, поднятый. Мы понимаем, что Иисус Навин учился у Моисея в это время и закону, и всей деятельности, которая должна была быть. И Бог возлагает на Иисуса Навина очень большую ответственность. очень большую ответственность. Это не просто вести народ, а удержать народ вокруг Божьего обещания. Закон всегда может нас довести до определенного времени, до определенного точки. И вот здесь показывается в Иисусе Навине вот эта точка. Если мы говорим пятикнижья, мы говорим основной исход левитам, числа, второзаконие, основные такие формирования Израиля, закон может довести нас до какого-то момента. А потом есть вот момент такой о спасении. Мы возлагаем на Бога. Все равно закон не доводит нас до совершенства. Он нас приводит к совершенному Богу, который делает то, чтобы нас изменить посредством его закона. И вот фактически я буду говорить так, проводится линия от закона к обитованной земле. к обитовы. книга Иисуса Навина представляет собой несколько разделов. Первый, да, первые 12 таких разделов, 12 глав говорит о том, как Бог часто говорит, это земля, которую я тебе дал, это земля, которую я тебе обещал. Там раскрывается именно обетование, которое Бог обещал Аврааму, Ицаху, Якову, Израилю, что вот эта земля будет ваша. и первые 12 глав говорят о том, как Бог именно давал эту землю, делил, но не забудьте, что это есть Божья земля, и Израиль в этой земле, он управляющий, управляющий. Хотя Талмуд утверждает о том, что сам Иисус Навин писал эту книгу Эгошева. Давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Я знаю, что мы там хотим как бы так вот хочу начать уже с первой главы. И возьмите и пейте чай, потому что я вижу, что я...